А сейчас мы переходим к следующему докладу. И в том числе из-за пандемии очень здорово выросла. И там есть яркие звезды и в национальных СМИ. И вот как правильно подобрать блогера для той или иной рекламной кампании. И в принципе существуют, как я поняла, уже алгоритмы машинного обучения. Вот такой стартап, сел-стартапа, директор нам сейчас, Камиль, являясь им, Бахтеев расскажет. Тема его доклада «Подбор блогеров для рекламодателей в использовании алгоритмов машинного обучения». Стартап называется «Using Content». Правильно? Вот «.ru». Вам слово, Камиль. Да, здравствуй еще раз. Хотел отметить, что очень интересный доклад. Тоже для себя очень много подметил всего интересного. Я в этой сфере совсем недавно. То есть я не являюсь экспертом именно в искусственном интеллекте. Я сам кандидат в техническом сфере электроэнергетики. Но при этом, так как я стартапер и в целом тестирую разные гипотезы, проекты. Один из таких вот как раз проектов – это проект в сфере инфлюенс-маркетинга, который мы запустили, который мы тестируем. Ну вот я как раз коротко хочу, наверное, о нем рассказать. То есть я скорее больше расскажу прикладное использование вот тех существующих уже, наверное, наработок, которые есть. Как мы именно применяем это в маркетинге, в искусственном интеллекте и как это нам вообще в целом немножечко упрощает жизнь и помогает как раз в том же подборе блогеров ускорить эти процессы. Так, сейчас я вот запущу демонстрацию экрана. У меня презентация, она будет покороче. Вот, потом в формате вопрос-ответа, если что, я буду отвечать. Так, все видно, все хорошо? Все хорошо, да, благодарим. Ага, да, тут у меня немножко другое название темы, потому что презентация это на Казанфоруме выступал. Вот, сразу хочу ответить, что да, вот формулировка в названии, где присутствует искусственный интеллект, это пока чисто хайп, а так как все-таки, ну, в стартаперской истории мы стремимся куда-то, то здесь вот мы скорее как обозначаем, что мы хотим прийти к какому-то, наверное, искусственному интеллекту в перспективе, но сейчас хочу отметить, что да, пока это какие-то базовые такие гипотезы, наработки, которые мы вот только-только начинаем внедрять, применять. Это скорее больше просто какие-то алгоритмы, скрипты, где мы вот как раз, ну, тех же блогеров и подбираем. Вот. Коротко о себе, да, вот, как я уже сказал, являюсь кандидатом технических наук в сфере электроэнергетики, занимаюсь предпринимательством, наверное, уже с 18 лет, поэтому параллельно и научной деятельностью занимался, то есть как-то вот совмещал последние годы четыре, как раз непосредственно только занимаюсь предпринимательством, и у меня разные проекты в сфере стартапов, ну, стартапы были, да, и какие-то из них закрыл, какие-то из них продолжают функционировать. Вот это вот один из проектов, который, ну, достаточно успешный, который приносит и генерирует уже выручку, ну, и, соответственно, коротко сейчас пробежимся, понимаете. Начну с формирования проблемы. Я думаю, каждый согласится с данной фразой, которая приведена, да, то, что без клиента у вас нет бизнеса, все, что у вас есть, это хобби. Соответственно, мы столкнулись с этой проблемой в 2022 максимально плотно. Ну, мы, я подразумеваю, это рекламодатели, то есть и предприниматели, все, кто в том или иной степени закупал трафик через различные социальные сети, да, в том числе там Инстаграм, Гугл, и все мы прекрасно знаем, что они были запрещены и ограничены в 2022 году, да, и из-за этого стоимость привлечения клиента, это вот такой показатель, как CAC, Customer Requisition Cost, он вырос в 3-4 раза. Что это значит? Это обозначает, что привлечение клиента через сопутствующие, ну, и разрешенные социальные сети и другие инструменты продвижения, да, они из-за большого наплыва трафика очень сильно выросли. В Инстаграме и в Гугле добывать трафик и, не знаю, получать клиента было, ну, действительно дешево, и, то есть, Инстаграм, наверное, был одной из самых дешевых площадок, где можно было очень быстро и эффективно настроить таргетированную рекламу. Вот, соответственно, этим пользовались все бренды очень активно, все предприниматели, но в условиях ограничений, да, это все, к сожалению, перестало работать, и все резко начали искать возможность продажи своих продуктов через другие инструменты. Одним из таких инструментов как раз стали блогеры, вот, блогеры в том же Инстаграме, это Телеграм-каналы различные, блогеры в Ютубе, различные паблики и каналы, ВК и так далее. Вот, но так как эта сфера, она достаточно, ну, то есть, у блогеров у крупных были, мне кажется, закупка рекламы уже давно, но так как опять трафик наплыл, стоимость очень резко выросла у крупных блогеров, и, соответственно, появилась следующая задача, то есть, это именно закупать трафик у большого количества микро- и нано-инфлюенсеров, то есть, это блогеры, которые имеют условно от тысячи и, там, до ста тысяч подписчиков в своих социальных сетях. Вот, как это сделать эффективно, быстро и качественно, а нигде не было об этом никакой информации, можно сказать, то есть, грубо говоря, просто находили любого блогера, на кого кто-то был подписан, просто предлагали разместить там рекламу, никак не оценивали эффективность, то есть, никак не насмотрели накрутки этого блогера, ну и, соответственно, получалось то, что зачастую рекламные бюджеты, они просто, ну, сливались, получается, в никуда. Вот, и в какой-то момент даже такая негативная репутация пошла, что вот закупка рекламы через блогеров – это неэффективный инструмент, и многие, я вот тоже столкнулся, они как-то негативно относились к этому. Ну да, вот здесь более подробно я написал, с какими проблемами именно столкнулись рекламодатели в условиях этих ограничений, то есть, это трудоемкий затратный поиск блогеров, действительно, вот кто закупает рекламу, кто постоянно требуется в каком-то трафике новых клиентов, он понимает, в чем суть этой проблемы. То, что, во-первых, найти адекватного инфлюенсера, блогера – это действительно проблемная задача. Одно дело, вот мы подписаны, там, не знаю, там, на человек 500-600, да, предположим, в том же Инстаграме. Вот, и мы, ну, из них можем, грубо говоря, у кого-то закупить рекламу, мы примерно понимаем, кто из них там хороший блогер, у кого интересный контент и так далее, и мы просто ему пишем, если мы там давно подписаны, возможно, он уже, не попадали в запросы в его Инстаграме, то мы уже быстро можем до него дописаться. Но другое дело, когда трафик нужен в больших объемах и условно нужно, не знаю, чтобы охваты составляли, там, миллион людей уникальных в очень короткий промежуток времени, например, там, в течение недели-двух. Соответственно, с такой работой, ну, на данный момент, ну, если мы не берем, там, закупку рекламы у крупных блогеров, закупить такой трафик через мелких блогеров, это действительно очень долго, сложно и элементарно даже просто найти такого инфлюенсера оказалось очень проблематичной задачей. Соответственно, из-за постоянных обновлений, там, в Инстаграме появилась следующая проблема, что когда ты пишешь блогеру, который тебе понравился, то он очень может долго отвечать или вообще не отвечать, потому что ты попадаешь в запросы, как новый такой подписчик-пользователь, да, и он просто может не увидеть информацию. Соответственно, у менеджеров по работе с блогером нет практически, ну, у крупных блогеров они есть, но, условно, от 300 тысяч блогеров до 300, точнее, тысяч блогеров, таких менеджеров у блогеров нет. Соответственно, всю переписку они выполняют сами. Потом оценить, где целевая аудитория твоя находится, на данный момент тоже не представляется возможным, потому что, да, есть сервисы-аналитики, которые в той или иной степени это позволяют сделать, но вот они как раз тоже начали развиваться, мне кажется, последний вот год в условиях ограничения. Вот, соответственно, очень много фейковых аккаунтов, мы тоже с этим часто сталкиваемся, потому что, ладно, если вот у нас в Казани, предположим, мы уже поработали с большим количеством блогеров, оцифровали их эффективность, и мы понимаем, что вот у нас в регионе блогеры более-менее порядочные, честные и не сильно там накручивают у себя аккаунты по количеству подписчиков. Другое дело обстоит с регионами, если мы заходим там какие-то соседние регионы, дальние, мы понимаем то, что там огромное количество уже блогеров, они очень сильно накручены, и мы в целом научились тоже вот это определять, как выявить вот этого фейкового блогера и, соответственно, ну, не потерять свой бюджет. Вот, другая проблема – это, ну, вот равномерное распределение бюджета, об этом тоже чуть попозже поговорим, и еще одна из проблем – это в целом блогеры, они на данный момент не заключают каких-либо договоров, то есть поэтому и гарантий никаких никто не дает. Вот, мы также вот этот вопрос решили взять на себя. То есть мы в целом сейчас создаем платформу, у нас, ну, проект, он существует около года уже на самом деле, да, но в процессе, так как мы стартап, мы постоянно тестируем большое количество гипотез, то есть изначально мы хотели сделать агрегатор, который просто соберет условно блогеров-рекламодателей, и они будут коммуницировать между собой просто вот в этом агрегаторе. Но в процессе тестирования гипотез, в процессе создания VP мы сталкивались с тем, что такие пока что, ну, во-первых, это нужны серьезные бюджеты для того, чтобы хороший маркетинг сделать и завлечь аудиторию как предпринимателей, так и блогеров, вот, и, соответственно, мы отошли пока от этой идеи, и мы сконцентрировались немножечко на другом. То есть мы на данный момент у нас вот есть три направления деятельности, ну, как вот MVP в этих направлениях у нас созданы, сейчас мы вот создаем как бы уже какой-то полноценный такой сервис, которым может воспользоваться каждый. Пока эти сервисы, они предназначены условно для нас, для нашей команды. Вот, в чем заключается как раз суть данного сервиса. Ну, во-первых, этот сервис – это сервис аналитики. То есть, предположим, мы собираем данные с того же Инстаграма, там, с Телеграм-каналов, ну, пока мы решили сконцентрироваться на одной площадке, это Инстаграм, чтобы максимально отработать, да, здесь, а уже потом перейдем просто к другим площадкам, там это будет сделать достаточно быстро и просто. Соответственно, мы парсим большое количество данных с Инсты, то есть мы собираем данные по количеству подписчиков, да, по количеству подписок. Соответственно, мы анализируем аккаунты подписчиков и подписок. Вот, также собираем количество, ну, в целом, про контент, какой контент у них есть. То есть на данном этапе вот такой уже информацией владеем о блогерах. Соответственно, ну, следующим этапом мы собираемся собирать как раз данные по комментариям, по контенту, который, да, блогер тоже у себя в постах там заполняет, описывает и так далее. И следующим этапом планируется у нас анализ как раз фотографии, перевод его как бы в текстовый формат и анализ тоже содержащейся информации, грубо говоря, вот на этой картинке. С какой целью мы это делаем? С целью того, чтобы максимально быстро подобрать рекламодателям, предпринимателям релевантного блогера. Соответственно, наша задача как раз сократить время на поиск данного блогера и на выстраивание с ним коммуникации. Вот, что касается поиска, вот я примерно коротко так вот рассказал, то есть функционал сервиса на данном этапе это просто большое количество фильтров, то есть которые можно выстроить, соответственно, можно выстроить фильтр там по количеству подписок, подписчиков, по примерной целевой аудитории, то есть это какой там возраст аудитории, геолокация аудитории. И, соответственно, также можно проанализировать, мы собираем данные, с каждым блогером, с которым мы сотрудничаем, мы оцифровываем конверсию, то есть полностью оцифровываем всю воронку, начиная от охватов внутренних сториз. Соответственно, у нас это также фиксируется в нашей базе данных, охваты внутренних сториз. Дальше это переходы по нашей специализированной ссылке, но она, естественно, с UPM-метками, для того, чтобы максимально отследить вот эту эффективность воронки. То есть мы потом видим, какое количество кликов было по ссылке, какое количество клиентов зашло на сайт, какое количество клиентов оставило заявку и так далее. Вот эту информацию мы тоже копим у себя. И также с крупными предпринимателями, которые готовы предоставить нам доступ к CRM-системе, мы также эту воронку вплоть до продажи видим. То есть мы в конечном итоге внутри своей базы оцифровываем стоимость привлечения одного клиента через конкретного блогера. Таким образом у нас выстраивается определенная эффективность каждого блогера. И у нас есть свои коэффициенты, свои алгоритмы, по которым мы именно определяем, насколько эффективен тот или иной блогер. Просто зачастую так бывает, мы уже на этом потратили немалое количество денег, потеряли, я бы даже сказал. То, что на первых этапах у нас в чем проблема ключевая заключается? То, что мы, когда подбираем блогера и первый раз с ним работаем, даже используя существующие сервисы аналитики конкурентные, которые есть на рынке, они нам не дают полноценную информацию. То есть очень легко эти сервисы аналитики обмануть. И поэтому мы также на старте максимально часто ими пользовались. Ну и даже сейчас продолжаем. При этом все равно они какую-то базовую задачу нам помогают решать. Вот, мы, получается, большое количество бюджета теряли на старте, потому что у нас не было вот этой базы, и мы просто платили блогеру. Он вроде по внешним характеристикам качественный, то есть у него там хороший ER и, соответственно, уровень вовлеченности его аудитории. Видно, что вот вроде есть пост, на нем большое количество лайков, комментариев и так далее. И для сервиса аналитики он выглядит потенциально качественным, хорошим блогером. Соответственно, покупая у него рекламу, как раз первый раз, когда мы с этим сталкивались, с незнакомым блогером, когда мы покупаем у него рекламу, мы, получается, определяли, что смотрим, что у нас просто вроде у него аудитория, предположим, 700 тысяч, при этом кликов на ссылку 40 кликов всего. И конверсия, ну, она минимальна, там 0-0 какой-то процент. Вот. И получалось так, что мы изначально думали, что это, скорее всего, возможно, ошибка какая-то в нашей системе. То есть мы теряем где-то вот эти клики, то есть воронку. Не понимали, в чем суть это состоит. Просто когда это несколько систем, грубо говоря, верификации внедрили поэтапно, то есть у нас там Utreme метки, потом еще одна система наша, которая редиректно просто направляет на другой сайт, где мы еще замеряем переходы. И вот мы несколько систем внедрили, и тогда просто научились понимать то, что даже те блогеры, которых подбирают сторонние сервисы аналитики, они могут быть некачественными, и их очень легко обмануть. И, собственно, мы как раз с этой проблемой решили бороться тем, что мы сейчас вот в свою базу данных заносим все вот, по каждому блогеру вот эту эффективность. Но при этом минус тот, что мы не можем проанализировать всю аудиторию, грубо говоря, Инстаграма. То есть мы можем только говорить про тех блогеров, что они качественные, если мы с ними хотя бы провели одну сделку. На данном этапе мы провели уже, наверное, более 12 тысяч сделок с блогерами, хотя бы одной сделки, да, что с блогером у нас в базе уже более 12 тысяч, вот, соответственно, блогеров. Вот, и мы дальше начинаем вот эту базу данных копить. И в скором времени мы как раз предоставим полный, ну, не полный, посторонних рекламодателей, то есть пока этим сервисом пользуемся сами и работаем как инфлюенс-маркетинг-агентство, предоставляя вот такую глубокую аналитику по блогеру. Вот, это первая проблема, которую мы вот сейчас решаем. Соответственно, ну, вот в перспективе мы, почему как раз именно про искусственный интеллект, про машинообучение, мы как раз хотим все-таки, чтобы вот эти данные внутренние, которые по тем же воронкам, внешние данные, они максимально быстро обрабатывались. И, соответственно, на выходе рекламодателя по одному запросу, там, например, я не знаю, хочу прорекламировать кафе, например, с такой-то кухней и так далее, вот в одну он ввел только одно предложение в строчку, и ему на сервис, ну, методом аналитики уже выдавались максимальные релевантные и качественные блогеры. Вот. Что касается второй проблемы, которую мы сейчас решаем, именно с использованием инструмента искусственного интеллекта, мы прикрутили там по API ChatGPT, и мы создали страницу для блогеров, создаем персональную страницу для блогеров, это такой аналог топлинка для блогеров. Вот. Соответственно, у блогера есть внутри каждой страницы, там встроен персональный менеджер. Персональный менеджер изначально это был просто человек, который, грубо говоря, на другой стороне обрабатывал информацию, которая поступала от рекламодателя. То есть, вот, предположим, предприниматель хочет закупить рекламу. Он заходит на страничку Instagram, видит, что внизу закреплена наша ссылка, соответственно, переходит по этой ссылке, попадает на личную страницу блогера, и на личной странице блогера представлена какая-то открытая информация из его внутреннего аккаунта. Ну, это вот как раз по геолокации, по полу, возрасту и так далее. Вот. И, собственно, ему уже, в принципе, понятно, подходит примерно ему блогер или нет. Если подходит, он дальше может как раз обратиться к менеджеру, который тоже, ну, на сайте как раз доступ есть. Соответственно, он оставляет запрос, хочу вам купить рекламу, такой-то бренд одежды и так далее. И его это перекидывало на Telegram-бот. Соответственно, в Telegram-боте отвечал до этого человек ранее. Вот. И как раз с появлением чата GPT мы прикрутили возможность по аппе взаимодействовать рекламодателю с блогером. При этом рекламодатель не понимает, что блогер, с ним коммуникацию идет. То есть мы настроили, грубо говоря, чат GPT, условно обучили таким образом, что он менеджер по работе с блогером. То есть определенные ограничения ему дали, определенный набор там скриптов, вопросов и определили, какую информацию он должен собрать с рекламодателя для того, чтобы нам потом было легче, проще и не надо было лишнее время тратить на бриф рекламодателя. Соответственно, мы вот эту информацию собираем. Затем мы сейчас разрабатываем такую систему. То есть она еще пока тестовая у нас тоже была апробирована, и она хорошо себя зарекомендовала. То, что те блогеры, которые есть у нас в базе, раньше коммуникация велась опять-таки менеджером, ну и на данный момент еще ведется менеджером, то есть человеком. И, соответственно, мы хотим вот эту задачу передать как раз искусственному интеллекту. Вот, соответственно, пока это будет чат GPT на первых парах справляться, пока условно мы будем по оплате это будет по юнит-экономике там нам сходиться, да. Вот, и эту задачу, то есть когда рекламодатель приходит, ему надо подобрать там условно 50 блогеров, будет уже заниматься этим как раз искусственный интеллект. Он будет писать, общаться, узнавать, насколько это интересно, за какую стоимость там блогер готов разместить рекламу. То есть, опять-таки, всю информацию по максимуму вытаскивать с блогера, которую надо, отвечать на какие-то вопросы по пути про продукты рекламодателя и уже на выходе просто сводить к тому, что вот мы будем заключать договор и приступать к работе. Вот, это коротко о том, что мы сейчас делаем. Ну, в целом просто это действительно очень большой объем рынка, но это больше, наверное, презентация у меня все-таки, она такая инвесторская, но тем не менее, наверное, интересно будет тоже узнать. На данный момент объем рынка России только до миллиард составляет долларов. Вот, соответственно, рынок, который мы вообще хотим буквально, может, до конца года даже попробовать, один из представленных выше, это вот либо на Казахстан, я думаю, в первую очередь попробуем, потому что туда легче зайти. Ну и потом это хочется Дубай, Штаты, Индия, Китай, Европу и так далее. Есть конкуренты, как я уже говорил, то есть их порядка, наверное, 16 на данный момент времени, но у них вот те задачи, которые мы решаем, на данный момент не реализованы, как я говорил, то есть они не определяют, действительно ли блогер там накрученный или качественный. То есть вот мы как раз с этой проблемой боремся. Плюс у них нету на данном этапе, то есть никакого взаимодействия именно с искусственным интеллектом с точки зрения коммуникации, как со стороны рекламодателя, так и со стороны блогера. Ну это вот просто для понимания, то есть какую бизнес-модель мы выбрали. То есть, соответственно, это фремиум, то есть бесплатно будет несколько проверки блогеров и дальше, соответственно, будут расширяться функциональные возможности, плюс будут расширяться как раз возможности по количеству блогеров, которых можно проверить. Вот у нас хороший положительный юнит экономика, вот, то есть это CEC, как я уже сказал, это стоимость привлечения одного клиента, LTV – это жизненный цикл одного клиента. И вот при соотношении таком это, то есть, значит, что в этом направлении стоит развиваться, и так как пока все равно у нас это на уровне таких прототипов и MVP находятся, то мы все равно планируем в этом направлении дальше и дальше углубляться, копать, формировать свою базу и все больше и больше уже внедрять каких-то элементов искусственного интеллекта, либо сторонних сервисов, возможно, с какой-то перспективой, да, если привлечем раунд инвестиций и прочее, то уже на своей стороне пробовать реализовывать тоже функционал. Вот, то есть, как я уже сказал, мы уже около года работаем на рынке, резиденты IT-парка, стартап-хабы, Иннополюса. Вот, у нас много было пиводов, то есть пивод – это такой разворот идеи, гипотезу одна проверили, не пошла, пошли к следующей гипотезе и так далее. Вот, на данном этапе у нас, ну, уже больше где-то около 57, наверное, B2B-шных клиентов, вот, огромное количество интеграций и блогеров базы. Тут примерно просто по цифрам для понимания, что вот у нас, да, был тут провальчик из-за всех событий, да, которые были, вот, но, тем не менее, мы сейчас стабильно так этот растем и двигаемся дальше. Как я уже сказал, я сам не являюсь именно ни программистом, ни экспертом в искусственном интеллекте, то есть я именно предприниматель в SEO, но вот мой партнер Никита, он непосредственно очень крутой специалист, уже более 12 лет в сфере как раз разработки программного обеспечения, вот, соответственно, у него есть свои стартапы тоже некоторые, и он очень как раз много создает стартапов, которые связаны с искусственным интеллектом, ну, естественно, также использует какие-то текущие наработки, чтобы быстро протестировать гипотезы, ну, вот, благодаря нему как раз вот, возможно, ну, у нас есть возможность создавать такие интересные проекты. Тут это уже предложение для инвесторов, да, вот. Я думаю, тут вот коротко это про наш проект, я сейчас рассказал, да, в целом, помимо того, что вот мы, как вот мы сейчас используем в своем стартапе искусственный интеллект, помимо этого, ну, в маркетинге в целом, так как мы работаем именно на сфере инфлюенс, да, маркетинга, мы постоянно тоже взаимодействуем при создании контента, то есть с различными нейросетями. Они появляются сейчас, я не знаю, мне кажется, каждый день, вот, большое количество именно, которые работают с изображением, с видео, и, то есть, я непосредственно сам как блогер в какой-то степени, да, то есть, ну, с небольшой аудиторией пока что, также применяю очень много, даже вот, например, контент, ну, частично создается с тем же чат GPT, то есть, понятно, что я сам люблю писать контент, сам это делаю хорошо, качественно, но иногда бывает такое, что вот ты очень много-много-много каждый день что-то публикуешь, и просто есть сложности с тем, ну, в каком направлении уже, вот, какие идеи придумывать, и вот искусственный интеллект, тот же чат GPT, он очень сильно помогает именно накидать какие-то идеи, вот, из этих идей, конечно, надо очень много отфильтровать, надо отобрать какие-то интересные, потом просишь его просто доработать, я не знаю, контент, он накидывает идеи, но в любом случае без обработки этого текста выкладывать, ну, пока что это все сыровато, но скажу так, что это очень сильно экономит во времени. Помимо прочего, так как мы постоянно работаем с большим объемом информации, нужно анализировать конкурентов, нужно анализировать вообще контент, который постоянно появляется, либо посмотреть YouTube-видео, очень много сервисов различных, которые позволяют делать Самарайс такой, ну, выводы же сжатые, то есть они, грубо говоря, не надо смотреть уже двухчасовое видео, ты закидываешь просто видео, вот, например, YouTube Самарайс, есть, например, там вот такой плагин для Google, вот, закидываешь туда, он тебе делает выжимку по тексту, закидываешь там в чат GPT, он тебе текст отструктурирует, потом хочешь еще сократить, закидываешь еще что дальше, и ты можешь таким образом несколько нейросетей использовать для того, чтобы сократить, грубо говоря, усвоение информации и получить какую-то самую выжимку, вот. Ну, я думаю, коротко, наверное, так, если какие-то еще там вот вопросы тоже появятся, я в процессе вспомню, может, о чем-то еще расскажу и так далее. Камиль, да, вообще это интересный такой инструмент, потому что, по сути, те, кто направлен на привлечение клиентов-покупателей в логике B2C, я сама лично проходила вот эту историю, искала блогеров, сидела и в Инста, и там, как бы, с ними переписывалась, и все, что вы говорите, это прям реально, ну, как бы, это меня парализовало в мое рабочее время и пространство очень серьезно, то есть у меня на это уходила куча времени, вот эти переписки, и то, что вы, ну, как бы туда, ну, получается, интегрировали такой гибридный, да, будет формат с искусственным интеллектом в плане чат-GPT, это круто. Другое дело, например, мой частный также, ну, как бы, пользовательский, да, опыт, он говорит о том, что когда я там с МТСом через чат-бот, там, там, с тем же СБЕРом начинается какая-то вот, ну, как бы, такой вот, типа, диалог, я говорю там, ну, мне нужна консультация именно с менеджером, то есть уже если я обратилась, то это точно какая-то внештатная ситуация, я хочу полноценный ответ, а не просто там, да, вот, ну, какие-то там по скриптам, поэтому здесь, ну, как бы, чем она будет, я, как понимаю, объем не богаче вот эта вот база, на которой будут основаны скрипты и ответы, да, вот более такие они, да, это будет круто. Здесь у меня вдогонку такой вопрос, ну, с позволения нашего, вот, главного редактора Равиля Закирова, здесь, ну, мы же объединяем, да, союз татарских порталов и вот это сообщество, и, конечно же, мы можем стать для вас неким таким тоже партнером в плане и тестирования, и плюс реферальную какую-то, если вы нам дадите, ну, как бы, да, вот тоже ссылку, тоже, ну, как бы, прогонять тех, тех клиентов, которые хотят на наших площадках публиковаться, что если они заточены тоже под, ну, как бы, инфлюсинг, да, вот эту блогерскую среду, что мы будем просто вас бы вот рекомендовать, потому что вы очень многие бизнес-службы, там, ВК, это вот, ну, как бы, да, куда-то, там, Телеграм-каналы, да, там и так далее, то есть в целом, ну, мы желаем вам только развития. А те вопросы, которые возникли сейчас у наших тоже и спикеров, и слушателей, я думаю, что мы, ну, я предлагаю это уже к финишу нашему, да, перенести. А сейчас, ну, как бы, поблагодарю вас и еще раз представлю, что с нами был Камиль Бахтеев, он является, да, кандидатом технических наук и SEO-стартапа, о котором только что-то рассказала, и все так по-чесноку. Меня это тоже так очень сильно, будем так говорить, ну, как-то так раскрыло, потому что вы не скрывайте, какие у вас были и моменты, связанные с, ну, как бы, да, вот, тупиковые, да, и как вы работаете над своей платформой и понимаете, где ваши конкурентные плюсы, поэтому будем рады тоже свою лепту внести в вашу программу «Подбор блогеров» для рекламодателей с использованием алгоритмов машинного обучения. Так что, благодарим. Продолжение следует...